Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Госдума хочет разрешить врачам отказывать в медпомощи пациентам. В чем суть скандальной инициативы? Первомайская вспоминает паводок. Почему коммунальщики не в состоянии устранить протечку? На время забыться, где жители края смогут провести новогодние праздники. Министр здравоохранения края признал, что официальная статистика по коронавирусу не отражает реальную обстановку. По оценкам Дмитрия Попова, цифра должна быть больше раз в семь. То есть, если сегодня оперштаб заявил, что зараженных стало больше на 225 человек, то на деле за сутки в регионе заболевает около 2000. Добавлю, за день в ковидных госпиталях края скончались 9 пациентов. На данный момент 550 человек находятся в тяжелом состоянии. 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В медицинской помощи отказать. Такую возможность получат медучреждения, если Госдума без изменений примет поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Их уже приняли в первом чтении. В следующий сюжет вошли мнения экспертов, позиция Минздрава и только цензурные реплики барнаульцев. Если поправки примут, врачи смогут отказывать в медицинской помощи. В первом чтении Госдума приняла проект поправок в закон об ОМС. Авторы проекта хотят исключить положение о том, что медицинская организация не вправе отказывать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. Ну как можно отказать больному человеку в болезнинике? Ну в простой, не в частной, а в государственной болезнике. А почему она может? Я даже не пойму. Ну как дальше? Где лечиться? У меня денег нету. Что делать? Беззаконие, считаю. Ну как можно к этому относиться? Коронавирус на первом месте, остальные. Многие тоже связывают инициативу депутатов с коронавирусом. Ведь число заболевших растет, мест в больнице все меньше, а скорую вызывают все чаще. Здравоохранение перегружено настолько, что, казалось бы, именно права отказывать в приеме врачам и не хватало. Но в Федеральном Минздраве успокоили, убрали пункт из закона, чтобы не было повторов. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи закреплена статьей 11 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В этом смысле аналогичная норма 326 Федерального закона является дублирующей. Ее корректировка в случае принятия поправок в закон об МС не повлечет каких-либо изменений для медорганизаций или пациентов. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим. По мнению экспертов, положение о том, что медицинская организация не вправе отказывать застрахованным лицам, во втором чтении уже вернут в закон. Потому что себе дороже. Тема ухудшения медуслуг может всколыхнуть общество. Да и поправки в закон вносили не для этого. Законодатели хотели поменять систему медицинского страхования. Забрать полномочия у страховщиков, отдать эти полномочия в Федеральный фонд медицинского страхования, с тем, чтобы именно они становились регуляторами и все взаимоотношения между федеральными больницами шли через федеральный фонд. И при этом вынуждены были исключить эту поправку не потому, что хотят отказать кому-то в медицинской помощи, а для того, чтобы избавить часть больниц от несвойственных функций. То есть, скорее всего, вам могут отказать в поликлинике, лишь если ваш случай слишком специфичен и должен быть рассмотрен в специализированном центре. Такой способ, по мнению специалиста фонда ОМС, должен улучшить медицинские учреждения, носящие статус федеральных, и помочь насытить их технологиями. Это в теории, а на практике будем ждать, изменится ли закон ко второму чтению. Андрей Дрейр, Александр Антропов. День с толком. Ну а пока о решениях краевых властей. Минимум до 900 нужно увеличить число ковидных коек в Бийске. Об этом сегодня заявил Виктор Томенко во время инспектирования между медучреждениями Наукограда. Сейчас в городе 510 мест для лечения больных коронавирусом, и почти все они уже заняты. Однако, где откроют госпиталь и откуда перебросят медиков, пока неизвестно. Кстати, сама ситуация с ковидным госпиталем в Бийске уже успела стать скандальной. Буквально пару недель назад 4 сотрудницы инфекционного отделения заявили, что не выйдут на ночные дежурства. Они не имеют соответствующих доплат, но по факту лечат ковид-положительных. Но пока, судя по сайту правительства, дополнительные койки могут оборудовать на базе санатория Бийского улюмного завода. Кроме того, губернатор дал задание подготовиться и к выполнению поручения президента. Предполагается, что если вы заболели коронавирусом и лечитесь на дому, вас должны обеспечить препаратами бесплатно. На эти цели край получит 87 миллионов рублей. Продолжим. Поражение центральной нервной системы, деформация пальцев и поражение легких до 75%. С сентября ковид и у детей начал протекать тяжелее. Трое из 27 малышей сейчас находятся в реанимации на кислороде. Подробнее о том, как болеют коронавирусом дети, расскажет Валентина Аскерова. С начала пандемии в регионе зафиксировано почти полторы тысячи случаев поражения детей ковидом. Правда, болеют они в 12 раз, реже, чем взрослые. Но это не значит, что легко. Поражение легких у малышей и подростков порой достигает 75%. Под удар попало и детская центральная нервная система, рассказали специалисты Минздрава. Поражение центральной нервной системы может встречаться до 30% случаев. У нас прошел пока в крае один ребенок с тяжелым поражением центральной нервной системы. Поэтому я и говорю, мы думали, что мы одни из первых, но мы были уже третьими в России, кто имели вот такие формы. Всего 1% детей переносит коронавирус тяжело, остальные болеют в легкой форме или бессимптомно. Тяжелый вирус с высокой температурой обрушивается, как правило, на подростков и детей с сопутствующими заболеваниями. Диабетом, ожирением, пороком сердца. Средних и тяжелых лечат на базе 11-й горбольницы. Сейчас там 27 детей. Трое в реанимации получают кислород. За все время 47 детей по нашей поликлинике перенесли ковидную пневмонию. И на сегодняшний день 8 человек, которые с клиникой находятся дома. Из них 3 человека с пневмонией после выписки из стационара. На сегодняшний день под наблюдением у нас 341 ребенок, положительных детей у нас 147. Диарея, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сыпь, красные пятна, отеки. Симптомы, отличающие детский ковид. А с недавнего времени добавился новый. Заражение детей, как правило, проходит не в детском саду и даже не в школе, а внутри семьи. Если раньше малыши заражали взрослых, то теперь ситуация в корне изменилась. Инфекцию в дом приносят именно взрослые. К слову, эксперты заверяют, что детей с подозрением на пневмонию обследуют вовремя. Им не приходится, в отличие от взрослых, сутками ждать помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Около десятка активистов-антимасочников зашли в здание Горэлектротранса и заблокировали вход. Их главным требованием была встреча с директором Николаем Петряшиным. Охрана предприятия с такой волной не справилась. Вызвали полицию, но активисты сопротивлялись, ссылаясь на законы. Добавим, противостояние антимасочников и сотрудников общественного транспорта началось 26 октября. Тогда один из трамваев встал на полтора часа, поскольку несколько человек отказывались надеть маски. В итоге полицейские составили на нарушителей протоколы. К другим темам. Барнульские перевозчики больше не рассчитывают на повышение тарифа на проезд, по крайней мере, в этом году. Они надеялись, что цена на билет в автобусах и маршрутках поднимется уже с 1 ноября. Новые расценки ранее рассмотрел и утвердил Координационный совет по ценообразованию. Но глава Барнаула Вячеслав Франк не торопится с подписанием постановления об изменении тарифа. Перевозчики связывают паузу с обострившейся пандемией. В мэрии пока не называют даже предварительную дату повышения стоимости проезда. Исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозок Барнаула Николай Долженко уверен, что ситуация это не раньше, что случится это не раньше следующего года. А ведь отрасль, по его словам, как никогда нуждается в поддержке. Ведь с ростом заболеваемости пассажиропоток снизился минимум на 20%. Поэтому я и говорю о большой программе, в которой будет поддержка. Есть ведь федеральные программы, президентские программы, край поддержку, которую оказывает и должен оказывать, городская поддержка. Ну а дальше уже поддержка предприятий, ну и пассажиров. Вот тогда мы отрасль сохраним. Подземная парковка, игровая площадка, зона для барбекю, а вот ходить приходится по грязи. Речь идет о жителях нового микрорайона на улице Попова. В поликлинику, детский сад и школу они пробираются по этой дороге. Жители просят власти хотя бы засыпать землю щебенкой. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Почти 300 метров грязи. Место, где мог быть тротуар, но не случилось. Владимир живет в этом районе более 10 лет. Говорит, убитая дорога была всегда. И даже сейчас, когда на Попово выросли многоэтажки со всеми удобствами, люди продолжают месить грязь по пути в больницу, школу, детский сад. Район экономит на чистке, да, тех же тротуаров, ну и на всем остальном. Если тротуаров нет, можно их не чистить и экономить? Да, ну получается там вот люди тоже, видите, ходят и как бы по той стороне. То есть дорожка там тоже просто вытоптана, нету никакого покрытия. Даже если бы, простите меня, ну хотя бы щебнем бы взяли бы, посыпали, уже бы людям было проще. Трое дело, но тем не менее, нам здесь близко, и чтобы в трамвае не ехать. Мы ходим вот в сад пешком, так вот бы хотелось. И здесь такие промежутки, что приходится даже выходить на дорогу, на автомобильную. И здесь уже был как минимум один случай наезда на пешехода, говорит Владимир. Буквально в 10 минутах ходьбы отсюда находится детская поликлиника. И мамы, которые живут в этих домах, могли бы прогуливаться с детьми по этой дороге. Но вместо этого они идут на остановку, залазят с этими колясками в трамвай, проезжают остановку, чтобы попасть в больницу, хотя могли бы просто спокойно пройтись по этой дороге. Я надеюсь, что кто-нибудь напишет в личных сообщениях, в том же контакте, мы встретимся с этого же района, допустим, те же мамочки, и будем решать эту проблему вместе. В перспективе, говорят местные жители, на этом месте должны построить еще один дом. Но произойдет это года через три. Есть ли у жильцов района надежда, что тротуар появится раньше? Этот вопрос мы адресуем в районную администрацию. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. И еще одна проблема, правда, уже не Барнаульская. Топит улицы села Первомайское. Старые трубы не выдерживают нагрузки, а ресурсоснабжающая организация несколько месяцев не в состоянии устранить протечку. Подробности у Никиты Ермакова. Бегут и журчат ручьи в селе Первомайское. Причем бежать не начали не весной, а летом. Источники забили сразу на девяти улицах. Трубы советских времен прохудились. Вода и сейчас продолжает течь на дорогу. Последнюю разбило настолько, что проехать здесь можно только на внедорожнике. Жители жалуются. Звонили в управляющую компанию, но помощи так и не увидели. Где-то на прошлой неделе приезжали ЖКХовские, походили, посмотрели, сели и уехали. И до сих пор их нет. По словам жителей, в период полива вода уходила. Но сейчас, если оставить все как есть, порывы уйдут в зиму. Трубы перемерзнут, и сельчане могут остаться совсем без воды. Водопровод требует ремонта, но экстренно нужно отремонтировать три улицы, считают местные. Большая проблема с водой на той стороне улицы Советская, это в сторону улица Пролетарская, улица Луговая, далее в другую сторону села, улица Калинина. Там проблема с водой конкретно. Летом вообще проблема. За ответами на вопросы жителей мы обратились в ресурсоснабжающую организацию. Там пояснили, сетям водоснабжения уже порядка 40 лет, и ликвидировать все порывы одновременно невозможно. Сейчас они заняты прокладкой новых труб. Старым сетям придется подождать. Сейчас у нас основная задача – это переложить этот центральный водопровод на улице Советской. То есть от него очень много проблем у людей, и очень много людей от него запитаны. Вот дай бог, если все нормально, мы на этой неделе все закончим, мы поедем устранять все эти порывы, потому что скоро зима, надо это все делать. Предположительно, в течение двух недель все порывы будут устранены. В этом уверен руководитель ресурсоснабжающей компании. Всего менять надо 9 километров ветких сетей. Но когда в селе заменят все трубы, неизвестно. В администрации района пояснили, для этого нужно попасть в инвестиционную программу. Ну, в Первомайской коммунальной системе, которая служит село Первомайское, разрабатывали смертную документацию на капитальный ремонт системы водоснабжения полностью всего села. Проектно-смертная документация, вообще сам проект получился достаточно емкий. По финансам там несколько десятков миллионов рублей. Его реализация, возможно, в рамках краевой адресной инвестиционной программы, но с разбивкой на этапа на несколько лет. Другими словами, если село попадает в программу, то в течение нескольких лет весь населенный пункт обеспечат новыми линиями водоснабжения. Возможно, это произойдет уже в следующем году. А пока жителям остается надеяться, что течь устранят все-таки до момента попадания в программу. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. До новогодних праздников меньше двух месяцев. Самая пора определяться, где встречать 2021 год. Ведь это повод немного отвлечься от действительности и получить положительные эмоции, которых в последнее время не очень много. На какой отдых могут рассчитывать жители края и смогли ли турагентства за конец лета и осень наверстать убытки с начала пандемии, разбиралась Анастасия Дороган. Где провести Новый год – вопрос уже не риторический. Россияне, отменившие летом свои отпуска и в целом пережившие 2020-й, 2021-й хотели бы встретить вне дома. Если говорить глобально, то вариантов по пальцам пересчитать. Можно выбирать между Кубой и Занзибаром, Арабскими Эмиратами. И Турцией. Но хочу сказать, почему Занзибар пользуется спросом. Потому что там есть отели, которые работают по системе «Все включено», в которых есть свои пляжи, детские клубы, инфраструктуры. То, что любят как раз наши алтайские туристы. Занзибар – 70 тысяч за тур. Эмираты, Куба в Новый год ближе к сотне, и Турция – около 50, но с холодным морем. Открытых границ мало, евро подрос, цена выросла на треть. Не факт, что путешествовать по родине дешевле, но Россия уже в тройке стран по числу брони на конец декабря. Великий Устеку, Бестолицы, Байкал, Камчатка, Созерца нет 50 тысяч рублей. Алтай после этого лета тоже востребован. Новый год уже бронируют. Здесь и отдых, и спорт. Идеальный вариант для семейных каникул. На Алтае можно и совершить экскурсионные интересные программы, или, например, получить лечение, оздоровление в Белокурихе. В Шерегеш едут именно с целью катания прежде всего. С Москвы звонят, с Питера, с Казани, с Красноярска. Все интересуются, все спрашивают, когда там уже 30 туры. Все закрыто. В Сочи тоже не катаются многие из-за того, что там дорого. Ну, маленько там для другой аудитории, конечно, создан курорт. В Шерегеши сезон открывают 13 ноября. И попасть туда уже непросто. Слишком много желающих, что тоже сказалось на цене. Бензин стал дороже, цена транспорта увеличилась. Также люди подняли цену на жилье. Где-то у нас в среднем на 500 рублей ценник поднялся. Вместо 5900 стал 6500. Цена на два дня. Но кроме цены нужно учесть и пандемию. За пару месяцев она не пройдет. Изучите условия тура и сервис. Этот вопрос вам обязательно напомнят и в турагентстве. После нескольких месяцев простое, они в их интересах рисковать здоровьем клиентов. По словам одного из директоров, поток алтайских туристов восстановился лишь на 10%. Значительно вырасти эта цифра может с запуском Таиланда и Вьетнама. Основных направлений отдыха для жителей края. Но когда это случится, пока неизвестно. Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком. Только спортсмены и тренеры. Первые за долгое время соревнования по плаванию прошли в Барнауле. На первенство края съехались юные пловцы Бийска, Барнаула, Славгорода, Ярового, Новоалтайска. Подробности у Никиты Ермакова. Сегодняшнее первенство проходит без зрителей. Впервые спустя два месяца после начала сезона. 350 спортсменов из семи городов Алтайского края в трех возрастных категориях поборются за звание лучшего. На короткой воде юные пловцы. В возрасте от 7 до 12 лет. С начала сезона они готовились к Кубку Сибири. Но из-за сложной эпидемической ситуации, рассказали тренеры, пришлось ограничиться регионам. Продолжительное время даже тренироваться было негде. Так что форму успели набрать далеко не все. Ребятишки плывут по-разному. Кто-то получше, кто-то похуже. Сейчас понятно, что кто-то вырос, плывет сильно. Кто-то остался на своем уровне, кто-то плывет хуже. Есть ребята, которые плывут очень сильно. Например, Шиковцов в Адон хорошо очень плывет. Илиных братьев хорошо плывут. По рассказам тренеров, десятилетние ребята уже плывут по третьему взрослому разряду. Иными словами, преодолевают 100 водных метров за 1 минуту и 11 секунд. Но есть таланты, освоившие уже и второй взрослый. Ту же дистанцию проплывают за 1 минуту и 3 секунды. Это очень высокий результат, отмечают наставники. Поддержать юных пловцов болельщики сегодня не смогли. Впрочем, даже родители подбадривать спортсменов могли лишь силой мысли. Им пришлось находиться в зале ожидания. Ну нельзя, сейчас масочный режим, нельзя туда заходить. После пандемии, вот эти первые соревнования, конечно, готовились, спортсмены восстанавливались. Тяжело было, но посмотрим сейчас, как выступят. Учесть, что много времени пропущено, тренировок очень много пропущено. И на Валтайский бассейн, к сожалению, был открыт самым последним бассейном из всех. Поэтому мы ждали с нетерпением тренировок, соревнований. Родители, тренеры, да и сами спортсмены надеются, что эпидемическая ситуация позволит в ближайшее время провести кубок Сибири. Сейчас же ждут конца ноября. Именно на это время запланировано очередное первенство края для пловцов старше 14 лет. Ну а результаты прошедшего уже известны. Больше всего медали завоевали бейчане. Вторыми по числу наград стали барнаульцы. На третьем – представители Рубцовска. Никита Романков, Александр Антропов. День с толком. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютьюбе, в соцсетях, Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. И подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok